Я обожаю простые рецепты, которые готовятся легко, можно сделать сразу большое количество и которые впечатляют своим внешним видом и вкусом. Этот десерт является нашим фаворитом уже на протяжении полугода. Готовлю я его буквально каждый раз, когда к нам приходят гости. Почему? Потому что готовится он буквально из ничего. Делается очень быстро, с минимальными усилиями и выглядит, ну посмотрите, выглядит просто на миллион. И да, приготовить можно сразу огромное количество. Единственное, что здесь нам понадобится время на заморозку, поэтому это не тот десерт, который можно готовить накануне прихода гостей. Ну, поехали готовить. Пачку 250 миллилитров жирных сливок взбиваем блендером до пышной массы. Затем отправляем туда творожную массу. У меня это 750 грамм 5% творожной массы. И пачечка ванильного пудинга 80 грамм. И все, просто взбиваем это все блендером до однородной массы. Основа для наших десертов готова. Нам понадобятся вот такие силиконовые формочки и палочки для мороженого. Палочки вставляем заранее. И при помощи кондитерского пакета заполняем наши формочки смесью примерно наполовину. Начинка может быть совершенно любая. В данном случае это ягодное пюре. Иногда я использую просто замороженные ягоды, орешки. В общем, все что угодно, что вам позволяет фантазия. И дальше уже при помощи фигурной насадки можно придать десертом абсолютно любую форму. Помимо формочек для мороженого, конечно же, можно использовать любые другие силиконовые формы. Это даже будет не менее интересно. Ну и, конечно же, отправляем наши десерты в морозилку не меньше, чем на 2 часа, чтобы они хорошенечко застыли. Готовые десерты можно подавать к столу и в таком виде. Выглядят они восхитительно. Но гораздо интереснее будет покрыть их шоколадной глазурью. Можно использовать шоколад любого цвета. Я использую черный горький шоколад. Растапливаю его в микроволновке. Ну а для того, чтобы глазурь получилась более жидкой и легла более тоненьким слоем, добавляю немного растительного масла. У меня это кокосовое масло. Окунаем десертики в глазурь, даем ей стечь. Выкладываем на пергаментную бумагу и украшаем орешками, либо чем угодно другим. В качестве идеи для украшения. Можно использовать вот такую силиконовую формочку для небольших шоколадных украшений. Просто заливаем белый шоколад, отправляем в холодильник буквально на полчаса или в морозилку на несколько минут. И у нас получаются вот такие замечательные шоколадные фигурки, которыми здорово украсить любой десерт. Так что варианты украшения зависят только от вашей фантазии. Можно делать совершенно сумасшедшие вещи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!